Так, архивное видео. 2008 год, канал MTV проводит свою премию и приз за лучший хип-хоп-проект достается вот этим людям. Номинация хип-хоп! Центр Баста! Это, наверное, банально будет звучать, но мы не думали, что нам ее дадут. Мы думали там победить Тимати или еще кто-нибудь. Простите, не в этот раз. Что вообще такого удивительного в том, что статуэтку получили Центр и Баст? Ну, получили и получили. Но давайте просто посмотрим на тех, кто получал ее до них. 2005 год. 2006 год. И 2007 год. Я ничего не перепутал. Бьянка получила премию как лучший хип-хоп-проект. Короче, это были люди, которые читали, ну или пели, про клубы, гламур, танцы и шли на компромиссы с радиотелеком, чтобы их песни там играли. А сейчас статуэтку получили люди, которые читали про... Мутные замоты, морозы люты. В 2007 году в России случилась небольшая хип-хоп-революция, когда рэп из андеграунда вдруг стал настолько большим явлением, что его уже не могли игнорировать СМИ и телеканалы. И плоды этой революции мы пожинаем до сих пор. Рэп стала слушать вся страна. Сейчас уже непонятно, что за слушатель вообще. И домохозяйки слушают, и там дети 9 лет уже. Ну как бы интересно вообще. И вообще очень интересно все происходящее. Это База, рубрика про альбомы, которые поменяли музыку на русском. И сегодня у нас Качели, дебютный альбом группы Центр, после которого русский рэп стали называть русским рэпчиком. Меня зовут Николай Редькин, это канал Broken Dance. Не забывайте, пожалуйста, про лайки и комментарии, потому что они продлевают видео жизнь на ютубе. Ну все, погнали, погнали. Для начала давайте проясним, что в истории русского рэпа было две версии группы Центр. Первая появилась в начале нулевых. Ее сделали Гуф, тогда выступавший под старым псевдонимом Ролекс, и его друг Принц. В 2004 году они выпустили альбом в подарок. Раздали его друзьям, тираж составил по легенде целых 13 экземпляров, но и на этом музыкальная карьера обоих временно притормозилась. Где-то в это же время Гуф знакомится с участником группы «Дымовая завеса» Слимом. Они оба живут, вы ни за что не поверьте, в Центре, поэтому встречаются лично, общаются и едут на студию писать совместный трек. Для Гуфа это вообще первый опыт записи в студии. Слим пишет биты, Гуфу они очень нравятся, и он просит писать для него еще. В таком режиме они работают, но работают медленно. Гуф ленится и часто не может добраться до студии. При этом он пишет очень интересные песни. Такие страшные и скупые зарисовки из жизни человека, который много употребляет и имеет проблемы с законом. Но в 2006 году у него получается написать песню, которая становится виральной в интернете. Вот эту песню. И его слава немножечко выходит за пределы рэп-форума. Таким образом в нашей истории появляются очень талантливый рэпер одна штука и очень талантливый битмейкер, хорошо чувствующий стиль рэпера одна штука. Химия между ними, ну, просто невероятная. Слим хорошо понимает манеру и подачу Гуфа. Что же в этой манере такого необычного? То, что Гуф читает очень просто и спокойно. В его песнях нет какого-то рэперского грува, нет вот этих фишечек, флоу, приемов. Он как будто говорит на бит. Это объясняется очень просто. Гуф с детства заикается и быстро, технично читать он просто не может. До того, как стал активно гастролировать, ты сильно заикался. Я и сейчас заикаю сильно. Он вообще скромный и застенчивый парень и даже своего лица нигде показывать не хочет. Поэтому, допустим, первый клип Гуфа новогодняя снимают без его участия. Тут идет распасовка продукта, подготовка продукта к московским уткам. А Слим как будто специально подбирает ему такие медленные, размеренные биты с сэмплами ретро эстрады, которые дают туда капельку ностальгии. И вот его биты идеально подходят повествованию Гуфа. Все, у нас есть мэтч. Кстати, и про биты. Может быть вы тоже хотите научиться писать музыку? Тогда вам прямая дорога в скиллбокс на курс создания музыки. Тем более, что сейчас там идет настоящая умная черная пятница. Любой курс можно купить со скидкой до 60%, а второй получить в подарок. А если вы музыку писать не хотите, то у скиллбокса есть еще много разных направлений. Например, дизайн или программирование. Причем там везде разные уровни, как для совсем новичков, так и для тех, кто хочет прокачать свои навыки. Во время обучения теория всегда подкрепляется практикой, а курсы устроены так, чтобы максимально приблизить вас к опыту реальной работы. А еще есть такая замечательная вещь, как гарантированное трудоустройство. Если вы не получите предложение о работе, вам вернут деньги. И еще про деньги, раз уже зашла речь. Заплатить за обучение можно в рассрочку. То есть первый платеж возможен через 3 месяца или даже через полгода. А если вы просто хотите чему-то обучиться, но пока не решили чему, то менеджеры скиллбокс проконсультируют и помогут вам выбрать направление. Всего лишь один месяц у вас будет возможность забрать 2 курса по цене одного и приобрести любую новую актуальную профессию с выгодой до 60%. Так что переходите по ссылочке или по QR-коду на экране и получайте ценное знание. Потому что инвестиция в себя все-таки лучше инвестиции. Но если вернуться к этой схеме, в ней все-таки кого-то не хватает. Не хватает человека, который бы объединил этих двоих чем-то большим, чем просто музыка. Идеей, посылом, общим месседжем. И он тоже появляется. Но давайте отмотаем время чуточку назад. Осень 2000 года. Группа Каста снимает свой первый клип. Мы берем это на улицах. Сниматься в клип приходит совсем еще молодой Гуф. Вот этот вот скромняга в очках, это он. Узнали? А еще на съемках он знакомится с молодым рэпером Птахой. В то время участникам рэп-группы Отвержены. Они начинают дружить, вместе записываются. И вот к 2006 году получается так, что эти трое людей, Слим, Гуф и Птаха, оказываются новой группой, но под старой вывеской. Центр. В чем же была суперсила Птахи? Один, значит, был очень самобытным рэпером. Второй понимал в звуке, а он-то чем нас удивит. А Птаха был очень активным и хорошим организатором. Он, во-первых, придумывает под это дело целое движение. ЦАО Рекордс. А во-вторых, открывает в районе Белорусской студию с таким же названием. Там пишутся и тусуются многие молодые рэперы. От Нелла с Ливаном до Бахти. А в-третьих, Птаха занимается тем, что создает вокруг своей группы шумиху в интернете. Говоря нашим сегодняшним языком, он СММ-менеджер проекта. И тут надо проговорить одну простую вещь. В 2006 году очень мало кто в России понимает, что можно использовать интернет для продвижения своей музыки. Это нам сейчас кажется очевидным, что в интернете происходит вся жизнь. А тогда серьезные большие артисты туда просто не идут, потому что, ну зачем? У них есть радиоэфиры, телеэфиры, телевизор все-таки люди смотрят, а интернет что-то? Кому он нужен? А вот бедным русским рэперам идти-то больше некуда, потому что у них нет выбора. Либо двигаться в интернете, либо нигде. Вот как вы сами думаете, пустят такую песню на радио? Прошу прощения за то, что все мои темы практически получаются какими-то наркотическими. И смотрите, получается так, что русские рэперы не благодаря, а вопреки, придумывают себе идеальную стратегию продвижения, которой все артисты прекрасно пользуются и в наши дни. А она состоит в том, что своих поклонников нужно собирать в интернете и постоянно подогревать инфоповоды. В общем, птаха чем-то такими занимается. Он пишет посты на форуме хип-хоп.ру, ругается с модным тогда рэпером Стимом, спорит с теми, кто с ним не согласен, короче, наводит суету. И это дает свои плоды. О группе Центр узнают все, кто сидит в интернете и хотя бы сколько-нибудь интересуется русским рэпом. Параллельно с этим еще происходит вот какая вещь. Композиция «Моя бабушка читает газету жизнь» основана на реальных событиях. Тамара Константиновна, бабушка московского рэпера Гуфа, действительно любит эту газету. Песня Гуфа про бабушку и газету жизнь становится интернет-феноменом. А у него уже готов альбом, и ему начинают поступать предложения от лейблов. Альбом в итоге продают за 7 тысяч долларов одной компании, но та потом перепродает другой, и начинается полная неразберих. И решать проблемы с правами приходится вплоть до 2016 года. У первого альбома Гуфа «Город дорог» вообще очень сложная судьба. Он не может выйти год, но Гуф сливает свои треки в интернет, и очень скоро их начинают выпускать на пиратских дисках. Весной 2007-го он все-таки выходит официально, Гуф исполняет свою мечту, но большого хайпа вокруг альбома чет не наблюдается. Потому что это сейчас для нас «Город дорог» классика русского рэпа, нет Леночка. А тогда это просто сборник всех вышедших песен под одной обложкой. То есть, хорошо, конечно, что он вышел, но может быть, что-нибудь новенького дашь нам послушать? Ну, как насчет такого? Об альбоме пишет не так много изданий. Его презентация проходит в небольшом клубе 16 тонн на 500 человек. Но он выполняет свою главную задачу – закрепляет за Гуфом миф. И тут нам нужно поговорить о силе мифа в рэпе. Рэп вообще очень сильно строится на мифологии исполнителя. И хороший рэпер должен обставить свои песни, как люди обставляют квартиры, принести туда вещи, которые будут создавать тепло и атмосферу. Это легко проследить на примере все того же русского рэпа 2000-х. Возьмите любую популярную рэп-группу того времени, и вы услышите, что в ее песнях часто повторяются одни и те же имена, названия, образы. У Каста это «Пацаны», «Ростов», «Психолира». У Крэка – «Петербург», «Паруса», «Больница». У АК-47 – «Березовский», «Девятки», «Падики». А у Гуфа – «Бабушка», «Замоскворечья», «Москва». Интересно, что сам-то он вообще поначалу ставил ударение в название альбома на первый слог. Не город-дорог, а город-дорог. И вот на городе-дорог он придумал свой маленький мир внутри одного большого города. И этот мир оказался настолько уютным, что в нем сразу же захотелось пожить, немножко его прочувствовать. И биты, большинство из которых написал Слим, добавляли этому миру его уюта. И да, очень много в песнях Гуфа было сказано о веществах и зависимости. И здесь самое время сказать, что наркотики – это чертово зло, не употребляйте их, пожалуйста. А если вдруг появится такое желание, то послушайте песню Гуфа «Вождь». Это довольно страшное и детальное описание бэт-трипа. Так вот, Гуф придумал свой мир, а центр на альбоме «Качели», который вышел в ноябре 2007 года, показали этот мир тысячам слушателей. Сегодня мы представляем наш альбом «Качели». В этот момент сработало как будто все, и дошедший с легким опозданием эффект от города дорог, и груст ожиданий, и все эти бесконечные посты, которые Птах описал на форуме. Короче, критическая масса была накоплена, и благодаря ей альбом бабахнул. На презентации «Качели» центр забивает клуб «Тысячник». По меркам русского рэпа 2007, это невероятное количество людей. А в начале 2008-го она едет в тур на 30 городов. Это тоже грандиозный успех. Многие другие рэп-группы того времени за все время своего существования столько концертов не дали. И везде полные залы. Просто покажу вам кусочек с концерта группы «Центр» в Калининграде. 2007 год. Обратите внимание, во-первых, на то, сколько там людей. Во-вторых, на то, как сильно сама группа удивляется такому количеству людей. И в-третьих, на, скажем так, интересный конферанс Гуфа. Кстати, заметили ли вы, что на обложке «Города дорог» центр пишется русскими буквами, а на обложке «Качелей» уже латинский? В начале ролика я говорил, что в истории было две группы «Центр». Так вот, я врал. Их было три. Так называлась еще и советская рок-группа Василия Шумова. И по легенде, именно он прислал к Слиму и Птахе бандитов, из-за чего им пришлось переименоваться. От кого пришла братва? От солиста группы «Центр» Василия Шумова. Это вот интеллигентного группы «Центр», «Баррикады», «Свобода». А он прислал тебе братву? Ну, нам, не мне персонально. В честь чего? В честь того, что мы взяли его название, якобы. Мы без спроса. Я просто не знал вообще про существование. Брат мой, в 2006 году про группу «Центр» знало очень много народа. Человек семь, наверное. Почему же этот рэп так сильно зашел людям? Ну, давайте я вам назову три причины. Первая, он был очень простым и понятным. Ни Гуф, ни Слим, ни Птаха, напомню, не были какими-то супертехничными МС. Это вам не Стим или Драга, которые умели читать двойными рифмами и панчить. Это рэперы с минимальными скиллами. Мне нравится такая вот цитата из рецензии на качели. В некоторых местах они шпарят прозой. Давайте послушаем вот этот куплет Птахи. Скажите, ведь полное ощущение, что он даже не пытался его рифмовать, а просто записал мысли на бумажку и прочитал. Если честно, надо иметь свой стайл, а не копировать американский цветной калвы. Или вот куплет Гуфа в зиме. Это вообще-то страшная песня о том, как зависимость превращает жизнь человека в ад. А он читает его в манере детского стихотворения. И от этого, кстати, эффект только сильнее. Алло, мам. Да, сынок, случилось что-то? Да, мамуля. Мне срочно нужен доктор. И получалось так, что даже при всей жести их рэпом было легко проникнуться. Он не грузил, не перетягивал внимания на себя, а создавал свой особенный уют. У центра был очень уютный, душевный рэп. Даже не рэп, а рэпчик, потому что все трое очень любили уменьшительные суффиксы. Райончик, тазик, планчик, ну вы знаете. Парайончик, гудачки, глухая табировочка. В салоне курят мальчики, в нормальной красоте. Половина пицца бакеров в колоночке. Суетим, пока на небе светят звездочки. И эта душевность сильно сокращала расстояние между автором и слушателем. Альбом Качели это вот как будто старый приятель пришел к тебе на кухню и сидит там, рассказывает, как у него идут дела. И третье, этот рэп хорошо качал. В первую очередь в машине. И вот следующие пять лет слимовский звук будет прокачивать все тачки страны. Короче, вот из этого и был сконструирован тот самый народный рэп-центр. Вы уже ждете, чтобы я рассказал вам про конструктор, да? Короче, у Yota есть тариф-конструктор, который можно настроить под свои личные потребности с точностью до минуты и гигабайт. И вот чтобы понять, какое наполнение вам выбрать, просто подключите максимум на первый месяц. 2000 минут и 50 гигабайт всего за 399 рублей. Так что переходите по ссылочке в описании, чтобы не переплачивать за то, что вам не нужно, а платить только за то, чем вы действительно пользуетесь. Потому что с Yota можно. А еще интернет от Yota помог мне доделать этот выпуск, потому что гостиничный тупил и не хотел работать. Так что спасибо им за это. Прям как центр. И еще одна маленькая деталька. Хитовость. На альбоме была спрятана бомбочка замедленного действия. Песня «Город дорог». Это готовый летний хит с припевом басты, который в тот момент еще не стадионная звезда, а такой в хорошем смысле попсовый рэпер, который еще и петь умеет. Это его слова из песни, кстати. Я делаю биты битовыми, басы басовыми, гитары гитарными, тем и немного попсовыми. И вот группа понимает, что у песни есть потенциал и заставляет лейбл снять на нее нормальный, настоящий клип. Клип уже в 2008 году снимает режиссер Резоги Генишвили. Это зять Никиты Михалкова. Его ставят в эфир музыкальные телеканалы. Никого не смущает даже строчка про белую дорогу. Продюсеры думают, что это про разделительную полосу на шоссе. И слава центра становится уже по-настоящему всенародной. Помните, пару минут назад я говорил о том, что центр в своих песнях иногда шпарили прозой? Вот просто послушайте, как птаха заканчивает свой куплет в городе дорог. Почему же он оставил там вот эти две свободные строчки? Вдруг этот вопрос всю жизнь мучил вас так же, как и меня? А все просто. Не успел дописать и оставили как есть. И вот здесь мы возвращаемся к тому видео, с которого начали этот выпуск. Группа, которая по всем законам логики никогда не могла бы попасть в телек, получает награду музыкального телеканала. И таким образом в России начинается новая волна популярности русского рэпа. Центр и его невероятная история дают надежду многим молодым рэперам. Без их массового успеха не было бы массового успеха Ака-47, Чемодана или Триагрутрики. То есть фраза спасибо центру за это, это не просто панч, а вообще-то благодарность по факту за то, что они привлекли к рэпу настолько большую аудиторию. И именно в 2007 году для рэперов возникает подходящая интернет-среда. Петербургский студент Павел Дуров запускает новую соцсеть ВКонтакте, где можно не только искать школьных друзей, но и делиться новой музыкой. И вступать в группу по интересам, и стена там еще была, помните? Ладно, не будем уж совсем о грустном. И в следующие несколько лет весь движ в русском рэпе будет происходить там. А центр в таком виде просуществует до 2009-го, а потом из группы уйдет Гуф, и все поссорятся. Женщины были того, или наркотики? Не женщины, и не наркотики, а какая-то, я не знаю, какая-то зависть, может, какая-то слава, деньги, что-то. В 2014-м снова помирятся, но тоже ненадолго, на два года. А в 2018-м Гуф и Птаха вообще выйдут на батл друг против друга. В общем, споры и скандалы вокруг центра будут идти все следующие 10 лет. Но три главных вопроса русского рэпа, почему распался центр, кто убил Марка и кто такой Бабангида, так и останутся без ответа. Кстати, премию РМА больше не вручали. В 2009-м году ее перестали проводить из-за кризиса. Так что центр стали еще и последней рэп-группой, которая получила вот эту матрешку. Так сказать, закрыли эпоху. Спасибо центру, и конечно же спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Если вам было интересно, то скиньте ссылку другу, поставьте лайк и напишите что-нибудь в комментарии. Ютуб увидит такую активность и начнет повышать мне охват. И не забывайте про мой телеграм-канал Сломанной Пляски. Ссылка будет либо в описании, либо вот здесь вот по QR-чику. Там я пишу о музыке, новой и современной. И в общем, зайдите, почитайте, вдруг правда понравится. Меня зовут Николай Редькин, и на этом у меня все. Пока-пока.